Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня речь пойдет о покупках на осень и зиму с примеркой, с образами. В основном это будут элементы базового гардероба, одежда, совсем чуть обуви и аксессуары. Поехали! Скажу вам честно, что меня абсолютно опленили все оттенки беже и карамели, и именно их я буду носить с огромным удовольствием большинством моих покупок именно в этой цветовой гамме. Но также есть и несколько ярких вещей. То, что сейчас надето на мне, я покупала еще на летние распродажи, но этот цвет по-прежнему остается очень актуальным, и если вам хочется, то можно найти нечто подобное, ну практически в любом сетевом магазине. А если вас смущает большое цветное пятно в вашем наряде, то можно выбрать какой-то аксессуар. Это платье из Zara, и между прочим, в последнем шоппинг-блоге я также показывала вам вариант платья миди, несколько другого, но точно такого же цвета. Еще одна новинка в моем образе, это пальто свободного кроя от бренда AIM CLO. По правде говоря, я сначала снимаю разговорную часть и только потом доснимаю примерку, поэтому на данный момент все этикетки еще на месте. У бренда AIM CLO сейчас вышла коллекция верхней одежды. Раньше я заказывала у них свитера, которые по сей день с удовольствием ношу, но в этой коллекции представлены очень красивые, качественные модели. Пальто, халатов, пончо. У них есть и тренчи, и укороченные модели. Обязательно загляните к ним, я оставлю ссылку внизу, и так как мы дружим с брендом, для моих зрителей действует эксклюзивный промокод, дающий 15% скидку. Тоже напишу вам его в инфобоксе. Это пальто благородного графитового цвета, и мне нравится ткань, потому что здесь присутствуют такие мелкие ворсинки, благодаря чему все, что прицепится на пальто, не так сильно будет бросаться в глаза, как, например, когда у нас пальто чисто черное. Здесь 50% шерсти, то есть оно реально греет. У него классная стильная длина миди, оно сидит свободно, объемно, под него вы сможете надевать любые теплые свитера, какие-то худи, все, что придумаете, и в этой модели нет пояса. Но, если захочется подчеркнуть талию, то у меня есть еще одна находка. Но я заказывала это пальто и знала, что в нем нет пояса. У меня ничего похожего тоже нет в гардеробе, поэтому я подумала, что для таких расслабленных нарядов оно как раз отлично подойдет. Свитер, который собирает самое большое количество комплиментов. И я понимаю, почему. Потому что качество передается даже через экран. Я обожаю свитера AIM CLONE, и этот свитер, это просто воплощение базовой вещи. И они представлены в разных расцветках, 50% шерсти в составе, он будет нас согревать в холодную зиму, очень стильный. Вообще, у AIM CLONE вся их коллекция, все, что они продают, это современная интерпретация базового гардероба. То есть, это те вещи, которые просто сочетаются между собой, но при этом они очень качественные, у них свое производство. Они сами подбирают все материалы, ткани, пряжу, фурнитуру и так далее. И видно, что они прям стараются. И такой свитер я бы вообще с удовольствием забрала во всех цветах, потому что он и не короткий, и не слишком длинный, и его можно носить абсолютно по-разному. У меня бежевый цвет, многие в инстаграме интересовались. Там есть тоже красивый пыльно-розовый. Я же вам говорю, что я бы не против вообще, чтобы все поселились в моем гардеробе, потому что этот свитер можно носить и с юбками, в том числе и с сатиновыми юбками, поверх сатиновых платьев, любых платьев, с джинсами, с леггинсами, с брюками на завышенной талии. Он идет без резинки внизу, то есть он не сужается. И также я без ума от горловины. Она выглядит очень стильно, и во время носки она не растягивается, но при этом не душит, когда свитер на вас. Если вы понимаете, о чем я, иногда есть такой момент, и я прям не могу дождаться, когда я сниму с себя такую вещь. Здесь же все очень вот так красиво, и благодаря гладкой вязке вы можете носить этот свитер не только с нейтральным низом, но и с какими-нибудь принтами, возможно с гусиной лапкой или с клеткой, или с чем вам захочется. Ну и звездочка. Вообще, я считаю, всего этого видео также от бренда AIM CLO. Между прочим, мы с ними еще и организовываем конкурс, поэтому будьте внимательны, обязательно участвуйте. Я вам обещаю, что вы будете в таком же восторге от их изделий, как я. Это укороченное пальто. Когда я его увидела, я подумала, какой цвет выбрать, карамельный или светлый. И я скажу вам честно, что я хотела бы и тот, и другой, потому что это пальто, которое хочется надевать изо дня в день. У меня размер XS, оно тоже свободненькое, такое модное, потому что мы продолжаем носить оверсайз, но при этом базовое. Я, наверное, одна из самых ярых поклонниц жакета на ютубе, и когда я увидела укороченное пальто, думаю, вау. Но этого у меня тоже в гардеробе нет, и, между прочим, таких моделей я не видела нигде и ни у кого. Мне нравится фурнитура, она не дешевая, она не бросается в глаза, как что-то золотистое или под золотое. Иногда бывает такой, знаете, пластик некрасивый, покрыт чем-то золотым. Здесь все очень минималистично, очень лаконично. И, между прочим, у AIM CLO очень вдохновляющий инстаграм. Инстаграм. Я иногда захожу к ним и тоже подсматриваю какие-то идеи для себя. Супер! Мне оно так нравится. Я даже мерила его со спортивным костюмом и с ботинками, и тоже очень красиво. Разбирая мой образ по частям, леггинсы. Я очень люблю светлые леггинсы. Пусть они там не сильно странят, тем не менее, мне так нравится, я так хожу. И это самое главное. Помните об этом, когда подбираете одежду для себя. Наряжаетесь не для кого-то, а для себя. И каждый сезон я в поисках светлых леггинсов по той причине, что и зары не служат долго. И я не знаю, может я их как-то так ношу, но у меня каждый раз ломается замок. Особенно если он тоненький, то это все. И в Польше замена замка стоит столько же, сколько новые леггинсы. Еще и не все хотят за это браться. Говорят, что это столько заморочек. Специально задирают цену, и в конечном итоге ты все равно идешь и ищешь вот эти леггинсы светлые. А я ношу их уже не первый год. Но именно модели такого плана. Первые леггинсы я нашла на Золанду. И вообще-то бренд не особо-то и бюджетный. Max & Co. У меня никогда ничего от них не было. И была сезонная распродажа. Я отхватила их, по-моему, с 70% скидкой. Сначала заказала 36 размер. Поняла, что они сползают. И взяла 34. И потом, когда я уже не просто померила это, а начала реально составлять какие-то наряды. И у меня была цель носить это все со светлой обувью. И я обнаружила. Ну, я как бы видела. Со стороны-то я себя не видела. Я только в голове где-то себе набросала образ. Внизу здесь темный замок, который не прячется в моей обуви. Или как-то заправлять ботинки. А когда снаружи, то тоже не особо. Я не знаю, я в сомнениях. Хотя сидят они неплохо. А ткань здесь не супер плотная. То есть, я понимаю, что когда станет реально холодно, то я в них замерзну, как в колготках. Именно поэтому я снова купила леггинсы из Zara. Это кожзам. И они всегда у них несколько в разных оттенках. Из года в год. Этот по стороне более холодного. Вот такие. Застегиваются не сбоку, а на кнопочку и на замок по центру. И ткань здесь плотненькая. Вот когда она тонкая, тогда будут подчеркнуты даже те изъяны, которых нет. Обувь, которая на мне из манго. Тоже еще не успела поснимать этикетки. Я купила их совсем недавно. Я рассказывала о том, что я гонялась за ними. Но я неумышленно вас обманула. Это не натуральная кожа, как потом писали мне девочки. Можете тоже глянуть, чтобы уже точно быть уверенными на сайте. Но консультант в магазине уверяла меня, что это кожа. Не знаю. Сверху здесь находится вот такая резиночка. Благодаря чему эту обувь чуть легче снимать, чем некоторые другие модели. Они актуальны еще с прошлого сезона. И сейчас так много светлой обуви. Если вас это пугает со своей стороны, могу сказать, что не так-то сложно содержать в чистоте светлую обувь. Потому что она черная. Если вообще замшевая, то это полная катастрофа. Ты только выходишь из дома, ты сразу грязный. Со светлой обувью у меня не возникает проблем. И мне нравится то, что здесь чуточку темнее подошва. Она не будет желтеть, и она не будет так сильно пачкаться. Цвет очень универсальный. Такой, который подойдет и к бежу, и к карамели. За счет того, что у нас здесь два цвета. И еще хочу вам сказать, что у меня 37 размер. При том, что я ношу 37,5. Очень часто беру себе 38 размер на плоском ходу. Они не маломерят так точно. И 37 на мне сидит хорошо. Они громоздкие, тракторная подошва. Но носим то, что модно. И если душа этого требует. Распаковку этой сумки Gucci я показывала. И я уже несколько раз ее выгуливала. Небольшая предыстория. Мне всегда нравилась эта модель. Она вместительная. Она очень стильная, сдержанная. Но при этом с изюминкой. Потому что я выбрала себе в монограмме. А не просто в коже однотонной. И мне нравится, что это ореховый цвет. Такой тоже не часто встречается. И с бежим, с карамелью. Я, наверное, буду носить эту сумку до посинения. Но для меня это парадно-выходная сумка. Конечно, не на каждый день. Я каждый день в офис не езжу. А идти с собакой гулять с Gucci это как-то тоже не очень. Обещала предысторию. При том, что я давно хотела, планировала купить эту сумку. И собрала деньги, накопила. Это как синдром отложенной жизни. Я нашла нечто похожее. Думаю, обойдусь без этой сумки. Потому что, в принципе, очень неплохой аналог есть в Mango. Я ее заказала. И так и есть. Она очень стильная. Причем ко всему будет подходить. Ну, буквально каждые вещи, даже с хаки, это смотрится очень эффектно. Если вы ищете какую-то альтернативу, то можете тоже глянуть в Mango. Мне нравится сочетание джинса. Сумка такая не в стиле, даже просто Gucci. Есть немного от Celine, немного от Gucci. Где-то вдохновленная люксовыми брендами. Она абсолютно недорогая. Здесь вот такая защелка. Она вместительная. Я даже ничего отсюда не доставала. Со второй стороны она гладкая, карамельная. И ручка регулируется. Ну и обещанный конкурс. Мы с брендом AimGlo решили разыграть божественно красивое пальто светлого бежевого цвета. Он даже такой бежево-серый. Размер универсальный. К сожалению, на мой невысокий рост оно не село так, как мне хотелось бы. Но оно очень хорошо подойдет на S, M и даже L. Если вы высокая девушка, то обратите ваше внимание на него. Здесь такая плотная ткань. Тоже 50% шерсти. Участвуют все страны. Вы однозначно будете довольны таким подарком. И оно длинное. Оно смотрится настолько эффектно. И я с удовольствием отправлю вам его в любую точку, откуда вы меня смотрите. Ну какой же новый сезон без нового спортивного костюма? У меня их есть несколько. Некоторые из них уже изрядно износились, но у меня нет ни одного светлого. Точнее, не было. Этот спортивный костюм я показывала вам, опять же, в шоппинг-влоге, только в желтом цвете. Они представлены в нескольких расцветках. Это у нас резерт. Я нашла толстовку в своем размере. Она тоже объемная. Но главное, что такого плана вещи они греют. Я не знаю, как это возможно, но я хожу в штанах. Они с небольшим начесом. Но я ношу их зимой без колготок. Я подолгу гуляю с детьми, с собакой. И я не мерзну. Какой-то пуховик или пальто поверх. И все очень хорошо. Поэтому для меня это одежда на каждый день. Я не наряжаюсь на прогулки, потому что мы ходим по таким местам, где жалко носить вещи. И я подумала, что это будет у меня такой, опять же, парадно-выходной костюм, когда будем ходить по улицам. И это очень красиво выглядит тоже со светлой обувью. Любовь которой у меня не проходит второй год. И этот костюм из очень классной ткани. Я заказала себе онлайн брюки, потому что их не было. Тоже в размере XS. Не было в стационарном магазине. Очень прикольный костюм. Но посмотрим, как он будет носиться. Вот у Милскарта качественные костюмы. Они также греют. Это мой каприз светлого цвета. Но в Милскарте я собираюсь заказать бежевый. Они там очень красивые. А светленький, молочного цвета, под мое бежевое настроение, очень хорошо подходит. Вы знаете, сейчас очень много вот этих костюмов. Я была в Страдивариусе, но нет. Они синтетические, они тонкие. И они даже на вешалке выглядят так, что их уже не хочется мерить на себя. А этот вполне себе. И я купила желтый. Вот думаю, будет у меня настроение его носить? Или все-таки нет? Потому что для моего гардероба в таких спокойных оттенках это довольно смелое решение. Еще одна покупка верхней одежды. Это пальто облако, стеганное. Сейчас, по-моему, все стеганное. Не только верхняя одежда, а даже видела шорты и брюки, и какие-то кофточки, типа свитера. Ну, я не знаю. Мне кажется, что именно в верхней одежде это смотрится гармонично. И это не супер теплое пальто, и также не очень дешевое. Когда я увидела, что такие же можно найти гораздо дешевле, я призадумалась. Но мне очень нравится цвет. Я вообще люблю хаки, как летом, так и зимой. Потому что такой цвет просто интегрируется в любой гардероб. И в сочетании с бежем, даже с карамелью, с джинсом, с чем угодно можно носить. Пальто на заклепках, они расположены в два ряда, то есть оно не будет разъезжаться во время носки. И также к нему идет пояс. Оно не застегивается до конца, то есть его обязательно нужно носить с каким-то шарфом или с теплым свитером. Жалко, конечно, что это не пуховик. Наверное, в таком случае у меня было бы гораздо меньше сомнений. Я вообще ищу теплый пуховик на зиму. Если вы знаете, где можно приобрести что-то стильное, то поделитесь вашими находками в комментариях. В этом сезоне очень актуально носить трикотажные изделия комплектами. И я была на шопинг-влоге, я даже сняла это, и потом решила приберечь это все-таки для покупок. Хотя бы по той причине, что в H&M не было соответствующей обуви, тем более у меня еще и дома есть аксессуары. Это шапка, это шарф и, конечно же, светлая шубка. Я ее не стала доставать для примерки. Она у меня из манго, из манго? Да, с прошлого года. Такая жемчужная, серо-бежевая. Видите, что это все тянется еще с прошлого года. И, между прочим, все у меня в разных размерах из этого комплекта. Топ, например, XS. Кардиган я взяла в размере M, потому что он укороченный. И штанишки у меня в размере XS. Как это будет носиться, я затрудняюсь сказать. Я надевала только дома штаны. Не вижу, чтобы они как-то очень сильно растянулись. Рассчитываю на то, что колени не выпадут в этих штанах. Все вместе выглядит, конечно, очень прикольно, очень уютно. Красивый, один из любимых серый цвет. И вот этот топ я также смогу надевать и с другими вещами, как минимум под всевозможные жакеты. Здесь всего лишь 4% шерсти, но, как говорится, и на этом спасибо. Чуточку дороже все это дело в H&M, чем иногда у них бывает. Ну, будем носить и, как говорил мой папа, будем посмотреть. Кто бы сомневался, еще одни леггинсы. Черные леггинсы это тоже проблема, потому что они иногда выглядят как клеенка. То есть, они слишком блестящие. И тут я зашла в манго и вижу, что как раз такая модель, в поиске которой я находилась. Опять же, из зары мои с прошлых лет уже разъехались. Они тянутся, я не узкая в бедрах, я без проблем в них влезла. Здесь замок сбоку и также скрытые замочки внизу, что очень облегчает их надевание и снимание. Не могу не показать вам сумку, которую я ношу чаще всего. Нет, ну чаще всего, наверное, бананку тоже от Милскарта. Она вместительная, я каждый раз, каждый день, несколько раз в день беру ее с собой на прогулку с Микой. А вот это очень хорошо дополняет все, с одной стороны, обычные, ну как бы базовые наряды темного цвета. Вот такая интересная и сюда столько всего помещается. Это бренд Милскарта. Такие сумки представлены в разных расцветках. И хаки есть очень красивые и бежевые. Они бывают с разной фурнитурой. Можно как-то кастомизировать, докупить себе разные подвески. У меня пока что только такая. И она полностью открывается. Сюда можно сложить все и при этом потом удобно открыть сумку. Ручка широкая, она регулируется под любой рост. И эту сумку можно носить вот так, горизонтально или же перевернуть вертикально. За нас все придумали. Можно перестегнуть ремешок. И эта модель считается унисекс. То есть ее покупают и для мужчин, и для женщин. Это моя основная сумка на каждый день. Вторая яркая вещь из этого видео это кашемировый свитер. 100% кашемир от Present Simple. Я заказывала его еще летом, потому что побоялась, что ближе к осени их точно разметут. Настолько мне нравится этот васильковый цвет. Если помните, у меня есть свитер практически такого же цвета из Страдивариуса. Но он акриловый, это совершенно другая история. Он очень приятный, абсолютно не колется. Я выбирала себе размер S, насколько я помню. И он хорошо сел, то есть не слишком широкий. Просто такой, знаете, свитерок, который убережет меня от холода. И при этом даже с вот этим графитовым пальто, с черными леггинсами и с ботиночками тоже будет поднимать мне настроение, а не только согревать. Еще один трикотажный свитерок в полоску бежево-молочную. Кто бы сомневался. У меня есть широкие брюки, у меня была проблема с тем, чтобы подобрать вверх. Потому что большие свитера не всегда выигрышно смотрятся. Мне хотелось что-то тонкое, приятное к телу и качественное. Здесь 90% катона и 10% кашемира. Причем я надела его, поняла, что мне тепло, но сразу не сообразила, что происходит. То есть он не колючий. Очень-очень приятный к телу. И моделька такая необъемная. Можно и заправить, и носить на выпуск. Мне тоже очень нравится этот бренд. Я хочу вам сказать, что вот таких свитеров или верхней одежды, пальто, ну не найти в масс-маркете. Несколько аксессуаров. Наверняка вы много раз видели на мне эту цепь. Она из H&M. Из какой-то лимитированной коллекции. Весны или лета я сейчас затрудняюсь ответить. И чем она мне нравится? Это не блестящее золото, а как будто матовое. И мы продолжаем носить вот такие цепи в разных вариациях. Когда я зашла в H&M, я обрадовалась тому факту, что сейчас в стандартной коллекции появилось еще две цепочки. Таких как бы заматированных. Одна из них тоньше, а вторая пошире. У меня та, которая пошире. Если сравнивать с моей цепью, которую я покупала раньше, но они абсолютно разные, да, но это покороче, чем та моя. Ее можно удлинить, потому что здесь вот специально все продумано. И честно говоря, могу сказать, что эта цепь могла бы стоить даже дороже. Вот выглядит она дороже, чем я за нее заплатила. Сережки, которые сейчас на мне, я ношу очень часто. Это маленький акцент в каждодневном образе. Что бы я ни надевала, они всегда в тему. Я приобретала их в Австрии. И большая часть моих аксессуаров, именно бижутерии, у меня из Алиэкспресс. И есть такие, которые я не променяю ни на что другое. Но у меня нет ювелирных изделий. Я даже обручальное кольцо не ношу. Я вообще не проникаюсь золотом и так далее. Мы уже возвращались домой после отпуска. И я наткнулась на магазин ювелирных изделий. Точнее, это даже не совсем ювелирка. Но мне понравилась именно сама модель. Вот эти серьги у меня из серебра с позолотой. Я пока что не знаю, будут ли эти сережки в каких-то образах в примерке. Но пока они продаются, вы очень часто спрашиваете о бижутерии. То покажу их хотя бы так. Это две пары сережек из Зары. Иногда мне удается найти что-то интересное, прикольное. Но по сравнению с Алиэкспресс, вот такие состаренные сережки, все возможные, на Алине очень. Поэтому в Зару я тоже с удовольствием заглядываю. Первые из них вот такие массивные. И когда сезон свитеров, когда ты надеваешь что-то очень простое, то даже благодаря аксессуарам каждый раз вот меняешь их, да. И даже тот же самый свитер каждый раз выглядит по-другому. Эти сережки потяжелее будут. Хотя не могу сказать, что уши как-то отпадают, когда они на мне. Я только примеряла, но носить не носила. И вот эти я уже носила как минимум в отпуске. И сейчас вот тоже все чаще и чаще их достаю. Они очень симпатичные в виде капелек. После основного отпуска мы провели еще два дня в Австрии. В пригороде Вены мы там часто останавливаемся в отеле. И там так интересно, небольшой городок, но очень много недешевых бутиков. И там было несколько магазинов оптики. Там были представлены Tom Ford, Celine. Какие-то модели, которые днем с огнем не померяешь у нас в Кракове. В основном только онлайн. Вообще-то я ходила туда с определенной целью. Я была намерена купить большие квадратные очки Dior. Они сейчас мега популярны. Коричневого цвета. Но когда я померила их, я поняла, что мое лицо слишком маленькое для них. Хотя у меня и щечки есть. Я вся такая кругленькая. И мне предложили померять эту модель. Я вижу, что я ее надевала совсем недавно, потому что линзы не чистые. Ну, простите мне это. Вот так они выглядят. То есть они тоже большие, универсальные. И вот иногда кажется, что это черный цвет, но здесь линзы с какой-то синевой. Удобные. Они не сползают. Даже если растянутся, то в любой оптике мне их слегка подкорректируют. Чего не скажешь об очках CELINE, которые я покупала летом. Они, блин, растянулись. И я теперь думаю, что с ними делать. Я, по-моему, купила на них гарантию. И нужно заняться этим вопросом. Очки, конечно, шикарные. Здесь вот такие тоненькие дужки. И вот если бижутерию я могу купить на Алиэкспресс или еще где-то, то очки я всегда выбираю подороже. Хотя говорят, что здесь защита от солнца так себе. На этом мы с вами будем прощаться. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мы с Давидом очень старались. Давид специально приехал и мы снимали. Я хотела, чтобы вы могли рассмотреть каждый образ вблизи, издалека и буквально под каждым углом. Поэтому буду благодарна вам за обратную связь. И, конечно же, рассчитываю на то, что вы вдохновились. Возможно, вы присмотрели что-то для себя. Если чувствуете, что в вашем базовом, в первую очередь, гардеробе, вам чего-то не хватает. Я, конечно же, довольна своими покупками. И буду носить их с большой-большой любовью в этом сезоне, зимой и даже весной. Все. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.